Поздравления и слова благодарности принимали сегодня ветераны войны и друженики тыла. С каждым годом их число становится все меньше. Тем важнее помнить и заботиться о людях, чья самоотверженность, доблесть и труд приближали День Победы. Память воинов, отдавших жизнь за Родину, почтили сегодня по всей России. В ряде городов праздник был отмечен военными парадами. За торжествами от Камчатки до Севастополя наблюдал Егор Киселев. Благоуважаемые ветераны, 9 мая символ неукротимого духа нашего народа, неустрашимой решительности и благородного достоинства. В Екатеринбурге командир авиационного парадного строя поздравил ветеранов по громкой связи, находясь за штурвалом вертолета Ми-26. В Хабаровске впервые в составе механизированной колонны прошла военная техника в арктической расцветке. Это новые танки Т-80 БВМ, болотоходы «Алиут» и другие боевые машины. Каждый российский город, в котором проходил торжественный марш, старался привнести что-то свое, уникальное. Даже если штормит непогода, я на берег сойду с корабля. Парад на Камчатке тоже ни с каким другим не перепутаешь. Сопки с одной стороны, море с другой. В центре пешие расчеты. Во Владивостоке основную часть колонны составили моряки Тихоокеанского флота. В этот день они на суше, а не на палубе. В годы войны на фронт ушли более 200 тысяч жителей Приморья. Они принимали участие в ключевых битвах под Москвой и Сталинградом на Курской дуге. Освобождали Прагу и Белград, брали Берлин. А предприятия края снабжали войска боеприпасами и провизией. В тот период времени я своими детскими глазами видел то, что творилось во время войны. Было очень тяжело. Ходили все время полуголодные. Давали по карточкам продукты частично. Уссурийск, Чита, Новосибирск. В 28 российских городах прошли парады победы. Понаблюдать за ними на улице вышли сотни тысяч человек. Одно из самых масштабных и ярких мероприятий в Санкт-Петербурге. Не только взрослые, а любой ребенок знает про 900 дней блокады, героическую оборону Ленинграда и бои на Невском пятачке. Это нельзя забыть. Это так страшно. Святой день, святой. Да. И поэтому вы здесь. Конечно, конечно. На Дворцовую площадь вышли около пяти тысяч военнослужащих. Воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ. Более ста единиц военной техники. А безоблачное небо дало зеленый свет пролету авиационной группы. Самолет Су-30СМ. Двухместный, многоцелевый снабитель поколения Читы-Люкс. В Крыму парады прошли в Керче, Симферополе и Севастополе. Для города-героя, пережившего осаду, 9 мая – двойной праздник. 77 лет назад Севастополь был полностью освобожден от фашистов. На базе Черноморского флота парад венчала акция «Эскадра памяти» – морской аналог бессмертного полка. По Севастопольской бухте прошли 60 парусных яхт с названиями кораблей, участвовавших в Великой Отечественной. Шикарный парад. Чувство переполняет. Да, да. Гордости, эмоции просто зашкаливают. За наш народ победитель. Больше ста пар жителей, гости Севастополя, вышли на набережную Корнилово, чтобы станцевать на традиционном балу под открытым небом. В годы войны музыка вдохновляла бойцов на подвиги, напоминала о родных и любимых, символизировала мир, о котором так мечтали миллионы людей. В этот день из-за пандемии мало кто из ветеранов смог принять участие в мероприятиях, но военные и волонтеры навестили участников войны. В Самарской области для фронтовиков и тружеников тыла оркестры сыграли во дворах мини-концерты. Вы победили не только Гитлера и фашистов, вы самую большую победу в нашей жизни одержали. Вам, пожалуйста, вырезаем себе цветочки и подарок, все от нас. И мне обдувают наши троекратные. Ура! 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 В Москве легендарную песню «Катюша» активисты исполнили на вышке автокрана, поднявшись к балкону женщины-ветерана. Дуэт с первых аккордов превратился в трио. Сдержать слезы почти невозможно. Спасибо, спасибо, ребята. И вам здоровья. Вам спасибо. И удачи. Многие жители и гости столицы с флагами и георгиевскими лентами после завершения парада на Красной площади не спешили уезжать из центра. Даже несмотря на пасмурную погоду, Верх брало желание разделить радость с окружающими. Дело в ощущениях, наверное, в эмоциях. Вот, они присутствуют. И тем более, сегодня так получилось, что сейчас мои подедут. Сын был на Красной площади. На Поклонной горе студенты 83-х столичных вузов выстроились с портретами своих родных фронтовиков. Таким образом, они почтили память бойцов, воевавших в годы Великой Отечественной и ковавших победу в тылу. А на открытой площадке военной техники гостям предложили высадить сирень. Один из символов Мая 45-го. Ни одного человека в мире не обошла война страной. И очень важно помнить то, что было. И благодарить, и отдавать дань уважения тем людям, благодаря которым мы можем и имеем возможность сейчас, сегодня здесь стоять, разговаривать друг с другом, жить в принципе. Музыкальный манифест против войны, жестокости и агрессии к 9 мая подготовили участники всероссийской акции «Большая перемена». Школьники из более чем 20 регионов исполнили песню «Айс на крыше». Даже в тысячах километрах от Родины День Победы остается знаковой датой для многих людей. Об этом напомнили российские дипломаты. В 54 странах они исполнили «Катюшу». Поздравления 9 мая звучали из земной орбиты. К праздничному сеансу космической связи подключился интернациональный экипаж МКС. От всей души поздравляем планету Земля с Днем Великой Победы. Желаем вам и всему человечеству мирного неба, крепкого здоровья. Праздничный ответ летит с земли в небо в виде салюта. Он гремит в одном часовом поясе за другим, подводя итог насыщенному событиями и эмоциями Дню Победы. Егор Киселев, Павел Прокопенко, Анастасия Мартынова, Анна Морозова, Никита Васильев, Ольга Скрипникова, Мария Митышева и Алексей Оленченко. ТВ-центр. И на этом у меня пока все. С праздником, с Днем Победы. До встречи.